Итак, всем привет! С вами Александр Котин. Это рубрика «Открытый микрофон», где я делаю обзор инструментов и видео для канала Amarkets. Итак, вопросов под предыдущим роликом нет. Если у вас вопросы какие-то появятся по моему текущему обзору, возможно в следующий раз, а мои ролики выходят раз в две недели, что-то вы захотите посмотреть или узнать мое мнение по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментариях и в следующий раз я отвечу на ваш вопрос. Если вам необходима моя консультация, то есть в описании ссылка, по которой вы сможете попасть прямо в мой WhatsApp и записаться на бесплатную консультацию. Что мы сделаем? В течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией и мы сделаем план действий, который вам поможет прийти из точки А в точку Б, то есть туда, куда вы прийти хотите. Этот план вы уже можете реализовать самостоятельно, либо с моей дальнейшей помощью, если она вам понадобится и, в принципе, если мы друг к другу подойдем. Вот так. Ну и переходим к обзору основных инструментов. Смотрите, евро-доллар. По евро-доллару я вижу ситуацию, которая для меня является неопределенной. Я ее называю как ситуация отсутствия точек входа с высоким потенциалом. То есть в данном случае здесь может образоваться первая волна вниз, с коррекцией которой вот здесь уже появятся точки входа с высоким потенциалом. Дальше что? Почему так может быть? Потому что на недельном графике не исключено, что есть вариант первая, вторая и даже вот такая неправильная коррекция тут могла быть с вылетом волны Би за минимум волны 1. Поэтому не исключено, что, тем более вторая волна по времени и цене, она, как правило, идет достаточно быстро. Ну и да, в своем последнем ролике, который я выложил на своем YouTube-канале, я рассказал о том, как я открыл счет на 1000 долларов и как я буду создавать капитал. Прям вот на ваших глазах, на своем примере. Вы сможете за этим всем следить, подписавшись на мой канал FXCOACH. Соответственно, ежемесячно я буду на этот счет добавлять средства, плюс будет какой-то доход. Итого там через год, через два сформируется капитал, то есть на который уже можно будет более серьезно торговать. То есть ежемесячно я буду на этот счет откладывать по 300, по 500, по 1000 долларов. Идем дальше. То есть по евро есть вот такая вот пока что неопределенность. Дальше по фунту. По фунту есть такая же ситуация. Вполне вероятно, что это может быть волна 1, волна 2. И даже есть очень интересный вариант с неправильной коррекцией А, Б, С. и развитием нисходящего тренда. Дальше что? Франк. Также пока это выглядит как ABC коррекция, но есть альтернативный вариант. Потому что вот посмотрите на 2 часа, на 4 часа здесь вот появилась дивергенция. И движение вниз оно выглядит как ABC коррекция. Поэтому не исключено, что вот этот паттерн, он может достроиться до целой импульсной волны. И вот тогда с ее коррекцией уже придут точки входа с высоким потенциалом. Дальше что? На Ене получается 1, 2, 3, 4, 5. И А, Б и С. Вполне развитие. Вот такое может. А, Б и С. Но есть вариант с усложнением волны Би. Потому что волна Б здесь может принять форму сложной коррекции. Что достаточно часто бывает. Но и я думаю, что иена продолжит слабеть по отношению к американскому доллару. Пока что. Но в рамках скорее всего коррекции. Австралийский доллар. На дневном графике сформировался 5-волновой паттерн вверх. Вполне возможно, что была смена тренда. Очень вероятно развитие коррекции. Опять же, на мой взгляд, это развитие только волны А. Но вот волна А, она может принять форму тройки и форму пятерки. Пока она не достроилась до пятерки. Здесь нет ситуации для входа с высоким потенциалом, как я считаю. Потому что волна А, она может остаться тройкой. Дальше. Новозеландский доллар. Моя вторая попытка входа. Первая была вот здесь. Потом у нас удлинилась волна С. Удлинилась волна С. И, соответственно, пятилуновой импульс. Первая волна вниз. Либо это первая в А. И так далее. Вот так вот. Поэтому здесь я остаюсь в рынке. Здесь остаюсь в рынке. Дальше, что? Канадский доллар. Скорее всего, также развитие волны А. Она также может принять форму пятиволновую. Может остаться тройкой. В случае, если она остается тройкой, у нас может произойти сложная коррекция. Либо какая-то плоская коррекция. Поэтому здесь также я не вижу точек входа с высоким потенциалом. Здесь, конечно, можно было купить. Но это не очень высокий потенциал для входа. По золоту на своем большом счете я оставляю позицию на покупку. С дневного графика, на мой взгляд, здесь есть уже 1-2 паттерн. И продолжаем расти. Золото лучше всего читается на дневном графике. Серебро также 1-2 паттерн. Скорее всего, это был сигнал покупки. И также, скорее всего, идем в рост. Все вероятности. Дальше что? S&P. По S&P есть вероятность того, что на дневном графике вот этот зигзаг, это только волна А. В этом случае есть вероятность сложной коррекции. Либо какой-то плоской коррекции. А 1, 2, 3, 4, 5. Это либо первая волна, либо волна А в развитии нового импульса вверх. Либо нового импульса, либо волны Б большой. Биткоин, на мой взгляд, если вы возьмете 4 часа, это треугольная коррекция. Возможно, здесь был такой вот 5-ти волновой паттерн. Первая, вторая. Я думаю, что дальнейшее снижение здесь мы увидим в рамках развития некой волны Е на недельном графике. Нефть марки Брент. Вполне возможно, что это А, Б, С. То есть зацеп максимума волны А. Дальше что? 1, 2, 3, 4. Возможно развитие пятой волны на недельном графике. Надо пока следить за ситуацией, особенно за развитием вот этой коррекции в 4-х часах. То есть очень вероятно, что вот отсюда могут прийти продажи. Что мы еще смотрим? Индекс РТС. На мой взгляд, был сигнал покупки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Большая первая волна. ABC паттерн. Сигнал входа на покупку с достаточно коротким стопом. Плюс все основные индексы сейчас идут в рост. И скорее всего РТС с ними коррелирует. Фьючерс на доллар. Давайте посмотрим фьючерс на доллар. На мой взгляд, здесь вероятен дальнейший рост. Если мы возьмем с вами 4 часа, то, соответственно, в данном случае это А, В и С. 1, 2. Зона предыдущей коррекции. ABC паттерн. В волне 2 видно хорошо. Была точка входа на покупку. На это у меня все. Если будут какие-то вопросы, welcome в комментарии. И в описании есть ссылка, по которой вы можете записаться на мою бесплатную консультацию. и мы сделаем разбор вашего трейдинга, вашей текущей ситуации в торгах. На этом у меня все. До новых встреч через 2 недели. Пока.